Народ, всем привет! После видео о составлении своей тренировочной программы и как подобрать систему тренировок под себя, возникло много вопросов касательно периодизации. Как распределить и сколько нужно таких систем в течение года, например. Ну и вообще, какие бывают периодизации, как часто надо что-то менять в своих тренировках. Зачастую кажется, что профессиональные атлеты по несколько лет ничего не меняют и выполняют одну и ту же программу и все те же упражнения в разные этапы года. Что на сушке, что на массе, меняется только интенсивность упражнений, вес отягощения, при этом как бы объем тренировок остается неизменным. И это правильно, только изменения все же существуют, просто они не всегда заметны на первый взгляд. Да и вряд ли вы следите за своими кумирами так пристально. На практике, что у более профессиональных атлетов, что у начинающих, система периодизации выстроена довольно четко. А если это не так, то об этом нужно позаботиться заранее. Этот режим должен быть как бы постоянным, но для достижения поставленной цели вы должны постоянно что-то изменять, а точнее менять приоритеты. Ведь мы уже давно выяснили, что нельзя наращивать мышечную массу и снижать подкожный жир. Это разные этапы построения тела. Всего можно выделить четыре основных уровня периодизации, каждый из которых в той или иной степени приведет вас к желаемым результатам. При этом какой-то из них упустить можно, а какой-то нельзя. Правда, все зависит от ваших конечных целей. Но давайте все же по порядку, от меньшего к большему. Происходит на уровне вашего тренировочного дня и заключается в смене упражнений на одну мышечную группу, когда вы заменяете уже поднадоевшие не вам, а вашим мышцам нагрузку на несколько другую. Это моно-уровень периодизации. И я не говорю о нескольких упражнениях на грудные, которые вы там повторяете от тренировки к тренировке. Я говорю о смене тренажера в привычном упражнении. Смены стиля или полная его замена. В частности, я так часто делаю с грудными или спиной, когда меняю стандартные жимы штанги на жим, например, в смите или гильотинные или смену угла скамьи. В тягах штанги в наклоне я использую то прямой хват, то обратный, подтягиваюсь тоже различными хватами. Это не происходит за одну тренировку и не каждый раз. Не всегда что-то где-то будет новое. Ну и плюсом я стараюсь изучать что-то всегда новое, пробовать, всегда нахожусь как в поисках новой нагрузки для моих мышечных групп. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Микроуровень периодизации это когда речь идет уже о недельной периодизации, которая описана уже даже во многих книгах по бодибилдингу, правда, следуют ей не все. И суть ее заключается в том, что тренировки в течение вашей недели, не обязательно 7 дней, это может быть и 8 и 10 дней, также следует разделять на три основные части. Это тяжелые тренировки на силу со стопроцентным как бы вашим весом. Это легкие тренировки, так называемые восстанавливающие, когда вес падает до 50 процентов с увеличением числа повторений. И какие-то средние тренировки, которые подготавливают вас к тяжелый вес, там при этом 75-80 процентов от вашего максимума. Я сам использую такой метод периодизации при четырех тренировках в неделю, когда у меня две тяжелые тренировки на разные мышечные группы, одна легкая круговая тренировка, в которой я как бы отдыхаю, назовем это так, а затем следует одна, так сказать, общая на выносливость, где я увеличиваю объем и готовлю себя к упражнениям, ну как бы в более тяжелые дни. Именно в нее я вставляю всякие новые упражнения из первого пункта и оттачиваю технику, скажем так, подбираю веса и все такое прочее. Мезо-уровень периодизации рассчитана на всю вашу тренировочную программу в течение сезона. Ведь вы подбираете какую-то программу на определенный период точно под себя и для своей конкретной цели на сезон. Будь то наращивание мышечной массы или рост силовых показателей или увеличение выносливости, может быть, сушка и так далее. Принято обычно разделять три таких основных направления. Это развитие силы, когда вы выполняете упражнения с максимальными весами при небольшом количестве повторений. Это некий период на массу, когда вы наращиваете объем и не только своего тела, но и тренировочный. И это сушка или снижение жирового слоя, высокообъемный тренинг там с небольшими весами, увеличение какой-то бытовой и тренировочного активности, расхода, ну, короче, за счет там кардио, например. Плюсом на практике в каждом конкретном случае и направлении у меня также есть своя периодизация всего тренировочного процесса. Например, на массе или силе я использую периоды отдыха, ну или восстановления, так звучит красивее. О которых я уже даже как-то рассказывал, когда я даю больше на не своим мышцам отдохнуть, сколько своей ЦНСки. Обычно это бывает там неделя через 3-4. Между прочим, у нас вышла собственная программа тренировок и план питания, рассчитанная по 12 параметрам для мужчин и для женщин, для снижения веса, рекомпозиции или набора мышечной массы, как в тренажерном зале, так и с собственным весом в домашних условиях. Не надо никому звонить или писать, выбирайте на сайте то, что вам нужно и получайте свою программу на 3 месяца. И даже не одну, а 3 схемы тренировок и 3 меню по питанию, выверенные и рассчитанные на каждый месяц вашей программы. А что вам еще нужно, чтобы достичь вашей цели? Ссылочка-то уже в описании. Ну и последний уровень. Это макро-уровень периодизации всей вашей жизни, как я ее называю. А в классическом варианте стремление к вашей цели из точки А в точку Б. Вы же наверняка ходите в зал, следите за питанием и читаете фитнес-блогеров не просто так. У вас есть конкретная цель, а точнее образ, к которому вы стремитесь. И скорее всего он подразумевает под собой сухое какое-то подтянутое тело и при этом с мышечными объемами. Но чтобы этого добиться, нужно постоянно менять свои приоритеты и ставить промежуточные цели. Ведь как мы уже сказали, как бы накачаться и подсушиться одновременно нельзя. Поэтому в один период мы как бы наращиваем силу, другую массу, потом сушимся. И далее мы повторяем этот круг еще пару-тройку раз. Потому что за один присест у вас не получится столько нарастить как бы мышечной массой или так там подсушиться, чтобы не расплескать по дороге все свои мышечные объемы. У профессиональных спортсменов все это еще возведено, так сказать, в абсолют, когда такая система у них точно заточена еще и под соревнования и выступлениями. В общем, как-то так, народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи, народ, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok